МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 160-летию со дня рождения великого русского писателя Радио России Ульяновск и Ульяновский молодежный театр представляют совместный проект «Читаем Чехова». Антон Павлович Чехов. Протекция. Читает актриса театра и кино Дарья Долматова. По Невскому шел маленький сморщенный старичок с орденом на шее. За ним в припрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен. Молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу. «Я не виноват, дяденька», — говорил молодой человек, едва поспевая за старичком. «Меня понапрасну уволили. Дреньковский больше меня пьет, однако ж его не уволили. Он каждый день являлся в присутствии пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу». «Молчи, свинья!» «Хм... Ну, пущай, я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наш альбом с карточками, все снимались, и я снимался. Но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли, и руки растопырены. Носа у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Но я и постыдился свою карточку в альбом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают. А я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность некрасивая, но привлекательная. А на карточке какой-то шут вышел. Евлан Пестепанович и обиделись, что моей карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольномыслия. А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дреньковский. — Заступитесь, дяденька. Век буду Бога молить. Лучше в гробу лежать, чем без места шляться. Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще три переулка, и, наконец, дернули за звонок у двери Евлампия Степановича. — Ты здесь посиди, — сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную. — А я к нему пойду. Из-за тебя беспокойство одни только, болван. Встань и стой тут, Дрянь! Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной. Сердце его застучало. — О чем они там говорят? — подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотание двух старческих голосов. — Слушает ли он дяденьку? Не вынося известности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо. — Не могу-с! — услышал он голос Евлампия Степановича. — Верьте Богу, не могу-с! Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлович, на все для вас готов, но не могу-с и не просите. Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница, это было еще ничего-с! Негодяй! И уворует, ежели что плохо лежит, и почистить мастер, и наябедничать готов. Такой паршивец, что и выразить вам не могу. Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. — Сволочь человек! Мне его нисколько не жалко. Кали бы моя воля, я бы его давно к чертям на куличке. Но мне, вашество, мать его, жалко. Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропил все. Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через пять минут он опять подошел к двери и приложил ухо. — Для старушечки сделайте вашество, — говорил дядя. Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит. — Ну, ладно, так и быть. Только с условием. Чуть что малейшее сейчас же вон. Сейчас и вы гоняете, ежели что подлеца этакого. Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной. — Молодец, дядька! — прошептал он в восторге, потирая руки. — Трогательно расписывает. Необразованный человек, а как все это умно у него выходит! Из кабинета показался дядя. — Тебя приняли, — сказал он угрюмо. — Дрень! Пойдем! — Благодарю вас, дяденька! — вздохнул молодой человек, мигая глазами, полными благодарности и целуя руку. — Без вашей протекции я давно бы пропал. Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, А молодой человек сиял и был весел. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok — Добрый день! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...